Приветствую вас. Так, надеюсь, что сейчас все добавятся, и мы начнем. Сразу тоже писать, может, какие-то у вас вопросы есть для того, чтобы все в конце мы озвучили. И надеюсь, что это всем понятно. Сегодняшняя тема будет только по регистрации Amazon и важные такие моменты, тонкости по именно Amazon, для того, чтобы именно освоить данный момент и понять, как и что в реальности необходимо делать. Подождем немного. Одну минутку, чтобы все добавились. И, в принципе, можем начать. Так, если меня видно, поставьте плюсик в чате, напишите, как меня слышно, для того, чтобы было всем понятно, слышно. Так, как я вижу, меня и понятно, и слышно. Наверное, мы перейдем сразу же к действиям, чтобы не задерживать всех ребят с экраном, чтобы вы увидели мой экран. Надеюсь, что видно. Все, кто еще добавляется, думаю, что они как раз добавятся. И задавайте вопросы для того, чтобы мы озвучили. Если есть у кого-то какие-то сомнения или какие-то вопросы, может, тоже по eBay, по Amazon. Прежде чем начать, хочу вас всех предупредить о том, что нет необходимости спешить добавлять какие-то товары на Amazon или eBay. Потому что у нас еще в BackOffice нет полностью всех инструментов, которые необходимы для торговли. Это необходимо учитывать сразу, потому что без контроля за вашими продуктами будет сложно в итоге именно лично для вас. Потому что вы с помощью таких специальных продуктов обезопасите себя от лепых продаж. И продажи могут быть именно такие, что человек у вас заказал продукт, а в том месте, где вы его брали, в Amazon или Walmart, он закончился. Если вы брали по одной цене, а цена изменила, стала дороже, если вы либо продаете в ноль или в минус, то здесь вот этот инструмент еще у нас не существует. Потому что многие уже побежали, добавили кучу товаров на eBay без учета, что еще инструмент у нас недоступен и не ведется никакой контроль за данными продуктами. Я советую, если вы и выставили какой-то товар одну единицу, то хотя бы ставьте маржинальность дохода повыше, потому что когда у вас случится продажа, это практически уже как ваша ответственность. То есть вы должны проделать все шаги покупки, подправки и, соответственно, предоставление номер трекера для того, чтобы человек, кто у вас заказал, получил уведомление о отправке данного продукта. То есть не бежать впереди паровоза, потому что только 15 числа компания стартует и, в принципе, я думаю, что в ближайшее время у нас будут тоже новости по поводу всех этих инструментов, которые необходимы для работы. И, в принципе, дождемся от запуска, дождемся от этих инструментов для того, чтобы разобрать все это и двигаться в этом направлении. На зоне тоже не советую выставлять какие-либо документы, продукты для того, чтобы не торговать именно без инструментов, потому что это может привести к тем же ситуациям, которые я только что озвучил. То есть это обязательно возьмите себе на заметку и необходимо вот эти все моменты именно учитывать. Потому что произойдет такие вещи, что произойдут у вас продажи. Если вы будете несостоятельно осуществить эти продажи, то есть отправить товар, осуществить эту покупку, отправить товар клиенту на оказанный адрес, то это может потом сказаться на ваш аккаунт. В итоге таких с десяток-двадцать косяков и ваш аккаунт просто блокирует и свидание. То есть на ваше имя больше никогда не сможете делать себе аккаунт, как на Амазоне, так и на eBay. Поэтому прошу вас эти моменты учитывать, не спешить. Есть спреймборд, разбираться будем детально со спреймбордом. Соответственно, после запуска мы освоим все те инструменты, которые будут предложены для нас, для работы в дальнейшем. И будем двигаться в этом направлении. Ну и, конечно, мое небольшое видение такое, это, конечно же, больше и легче будет именно автоматизации продаж. То есть у нас пока, в моем понимании, это одна из возможностей, это как раз именно продажа через FBA. То, что мы вчера на встрече это озвучили, как-то работает, принципы, соответственно, откуда покупается товар, откуда выставляется. Посмотрим, что компания Infinii нам предложит. И после всего этого разберем все подетально, для того, чтобы понять, как мы будем двигаться. То есть здесь торопиться не нужно, бизнес серьезный, это площадки серьезные, как Amazon, так и eBay. К этому надо отнестись серьезно и никуда не торопиться. Не лезть, как говорится, под дрова, он будет обидно и больно. Сегодня поговорим именно как раз о регистрации создания профессионального аккаунта Amazon. У нас есть два пути в данном направлении. При регистрации мы можем выбрать как простой вариант, а либо сразу профессиональный. Конечно, в будущем, когда начнем работать на Amazon, нам будет необходим как раз именно статус профессиональный. Потому что на профессиональном у нас открыты все возможности, и здесь нет никаких ограничений. То есть единственное ограничение – это 90 дней, которые потребуются от каждого такого продавца именно на проверку состоятельности. В принципе, включение Buybox уже реальной конкуренции с другими продавцами, которые продают все или иные товары. То эта проверка проходит абсолютно все, и все в этот момент проходят довольно-таки гладко. В единственный момент необходимо не делать ошибок, которые я озвучил до этого. Нам понадобится несколько шагов для того, чтобы все это осуществить. Вот ссылочка. Еще себе не записал, можете записать. У нас как раз вот если брать статус, маленький статус, то есть это непрофессиональный, то там получается бесплатно, но есть ограничения по количеству загрузки товара и продажи единиц там за месяц. Этот статус будет нам полезен на этом этапе именно для того, чтобы тельные партнеры пока освоят весь материал именно торговли на Амазоне, как все это мы будем делать. Чтобы не платить вот эти 39 долларов ежемесячно, нужно будет зарегистрировать либо сразу маленький статус, либо сразу профессиональный для того, чтобы в итоге начать работу. Если мы регистрируем профессионально, у нас месяц бесплатно, а дальше уже все месяца ежемесячно мы платим 39 долларов. Ну и чтобы не платить на определенном этапе эти 39, пока человек будет осваивать информацию, он может с профессиональным спустить простой аккаунт. Потом в любой момент, когда это будет необходимо, человек может возобновить свою деятельность как профессиональную, то есть поднять свой статус на уровень профессионального. И ежемесячно он будет платить 39 долларов и двигаться в данном направлении. Для этого нам понадобится, вот здесь четко прописано, в ближайшее время мы переведем этот слайд, необходимо для регистрации именно как раз кредитной карты. При создании тоже данного аккаунта нам будет необходимо легальное имя. Надо будет подумать над своим именем магазина. Допустим, приведу такой простой пример. Это, допустим, магазин Татьяна или какой-либо бренд, который вы себе придумаете. Конечно, вам будет необходимо об этом очень серьезно подумать в ближайшее время, потому что в будущем это у вас будет именно необходимо при создании тех или иных товаров или продуктов, продавая под ваш бренд, под ваше имя и двигаться в этом направлении. Это надо учесть сразу тоже. Можно изначально написать имя, фамилию, а уже в будущем зайти, изменить и, конечно же, присвоить себе брендовое имя какое-нибудь. Но главное, чтобы не занимать у кого-то там имя, допустим, Sony или Apple и так далее. То есть это не разрешается сделать свое индивидуальное название. Ну и, конечно же, добавить все данные ваших точного места проживания. И, в принципе, будет необходимо пройти несколько шагов для верификации именно через мобильный телефон, через кредитную карту. И, в принципе, в конце это прикрепляется банковский счет. Вот в тех или иных странах есть свои нюансы по выводу средств. Вот сейчас мы их озвучим. Итак, для того, чтобы зарегистрировать Amazon аккаунт, мы должны попасть на ссылочку, которая у нас была выше. У нас вот мы попадаем на данную страничку и есть вот такая синяя активная строчка «Зарегистрироваться». Мы нажимаем на нее и попадаем именно на вот такую страничку с описанием профессионального статуса. То есть у нас один месяц бесплатно, вот у нас синеньким таким выделено, и, соответственно, выбор аккаунта как профессиональный. И нам показывает, что здесь оплата после первого месяца бесплатна, а на второй уже будет 39.99 и плюс все те дополнительные комиссионы, которые, если вы осуществляете продажи, Amazon получает от каждой продажи. Нажимая на данную кнопку, вы переходите уже на следующую страницу, где необходимо будет указать ваш e-mail, гугловскую почту сразу себе делать, не делать на Mail.ru, какие-либо другие почты. И выставляем данную галочку «Create» и создание нового аккаунта. «Create on F-account» А после этого, вписав e-mail, выбрав эту галочку, нажимаем «Continue», мы проходим уже на раздел «Добавление кредитной аккаунтной информации». То есть здесь нам будет необходимо вписать в этой графе ваш номер кредитной карты все вместе, указать месяц и год годности вашей карты и написать, как написано на имя, фамилию на вашей карте. Здесь указать и линк-адрес, то есть адрес вашего места проживания, то есть где вы заказывали карту. И после нажатия нажимаете «Сохранить». После сохранения данной информации мы переходим на раздел «Верификация своей личности». Тут верификация личности происходит через мобильный телефон. Вместо «00» вписываете «плюс». Если вы в России, пишите «плюс 7» и дальше весь ваш номер мобильного телефона. И здесь будет вот такая именно кнопочка, то есть там будет инструкция пина, то есть верификация через пин. Когда вы введете этот номер и, соответственно, по инструкции запишите себе данный пин на одной бумажке, он обычно из четырех чисел, нажмете «Продолжить» и, соответственно, вам поступит звонок на ваш мобильный телефон. При осуществлении данного звонка вам будет отвечать робот, и после завершения данного разговора, то есть робот предложит именно внести на клавиатуре вашего мобильного телефона данный пин. Вы забиваете этот пин, скажем, допустим, 4, 2, 5, 6, и, соответственно, у вас должна пройти проверка, «Идентификация через мобильный телефон». То есть у вас страничка здесь обновится и скажет, что проверка верификации через мобильный телефон прошла успешно. И, в принципе, нажимаем «Продолжить», и у нас вот выходит следующая страница, где будет необходимо именно заполнить данные информации по как раз налогам. То есть здесь мы просто нажимаем «Продолжить» на эту желтую кнопку для того, чтобы заполнить всю эту информацию. И здесь у нас выскакивает вот такой именно раздел, где необходимо прочитать данную информацию. И здесь извещает нас и спрашивает, если мы являемся резидентами Соединенных Штатов, то мы выбираем «ЕС». Если мы не резидент в Соединенных Штатах, ставим «No» и нажимаем на желтую кнопку «Save» для того, чтобы дальше продолжить заполнение данной информации. После нажатия данной кнопки у нас выскакивает данные, которые необходимо заполнить. Здесь как раз в первой вот этой графе мы выбираем «Select One», то есть выбираем именно данный выбор, и, соответственно, внизу пишем именно как раз ваши данные, то есть имя и фамилия. Ниже мы выбираем страну проживания, то есть вот здесь как раз очень важный момент. Здесь вот при регистрации на этом слайде не указано вписание ваших данных. Обычно это немножко чуть раньше происходит. Там вы должны будете писать именно реально свой адрес проживания, ну а те ребята, которые с Казахстана, либо, допустим, с Молдовы и ряд других стран, то есть надо проверить по списку именно какие страны существуют. Если вы можете выбрать страну Россию, указать российский адрес, если есть знакомый, для того чтобы прошла полностью вся эта регистрация и проверка именно с помощью страны России, то надо вписать именно вот эти все данные именно страны России. И здесь, в принципе, когда мы дойдем до таксы, то есть до налогового документа, вам будет необходимо уже указывать именно проживание в той или иной стране, где вы проживаете и принцип, где вы платите налоги. То есть здесь, конечно, надо будет уже указывать Казахстан или, допустим, Молдова и ряд других стран. Да еще надо учитывать один момент, то есть при регистрации, если вы выбираете Россию, то вам понадобится именно кредитная карта России, потому что изначально аккаунт получается для верификации, надо выбирать именно регистрацию России, этих стран, которые не существуют в Азоне при регистрации, то есть это Казахстан, Молдова, а вот уже здесь уже можно указывать реально свои данные, которые вы проживаете, то есть для налогового времени. И указываем страну, прописываем straight, то есть это улица, city, это город, и выбираем штат, то есть это область и почтовый индекс. Нажимаем сохранить и проходим на следующую как раз страницу, если... А, это еще здесь мы находимся. Здесь надо написать city, город, провинции и почтовый индекс. То есть это если у вас, допустим, юридический адрес, как раз здесь показывает. Если вы регистрируетесь как физическое лицо, то у вас адрес должен быть домашний. Если, допустим, у вас есть компания, и компания зарегистрирована по другому адресу, то вот здесь необходимо указать именно вот эту часть вашего юридического адреса компании. То есть это как второй адрес. То есть здесь выше указан первый адрес, то есть место проживания и налогообложения будет происходить. Если у вас компания есть, вы можете вот как раз вот здесь вписать уже данные реальной компании. И получается, что при выборе данных оно сохранится, и в принципе все выписки по налогам будут выписываться на данный второй адрес, то есть на адрес компании. Ну а дальше, конечно, необходимо нажать, то есть галочки, это для нерезидентов США не касается, это только для Соединенных Штатов, то эти галочки мы не выставляем и просто нажимаем «Сохранить». И переходим на следующую страницу, где нас известят о возможной как раз электронной подписке, то есть подтвердить данный налоговый документ через электронную роспись. То есть мы должны выбрать вот эти два варианта, то есть вверху «Electronic 1099 Form» и здесь мы электронная подписка. Дальше мы идем для того, чтобы завершить данную электронную подписку, надо будет поставить везде галочки, одна, две, три, четыре галочки. Здесь вписываете имя, фамилию, это она сама выставляется, и ваш email адрес, который вы указывали при регистрации. Таким образом осуществляется регистрация, и в итоге, когда вы это сохранили, вы попадаете на эту часть, которая вас извещает. Здесь у вас полностью вся данная информация о вашем адресе. Здесь будет, она сейчас здесь скрыта, «Seller Information». И, соответственно, здесь вот данные, которые были добавлены, как адрес проживания, кредитные данные, то есть это карточки, и идентификация через мобильный телефон, который был у нас осуществлен, то есть проверен, и налоговый документ заполнен. После этого нажимаем именно на желтую кнопку «Комплект регистрации», мы попадаем уже в такой раздел. Здесь будет необходимо выбрать несколько вариантов. Здесь предлагается, какие продукты вы именно будете реализовывать. То есть перепродажи и, соответственно, собственные произведенные продукты, как Privat Label. То есть это, допустим, заказы товара в Китае, делать его под собственный бренд, делать свою упаковку и непосредственно продавать его через вот эти возможности в Amazon. Здесь следующий вопрос. Вас спрашивают, у вас есть ли на ваших продуктах S-U-N-S-B-E-N-S. Это, если перевести по-русски, это штрих-код, это номер идентификации продукта, который необходим. И мы выбираем первую галочку. Здесь написано, на всех продуктах есть данный UPS-код или бар-код и так далее. И в данном клиенте здесь будет вопрос о том, какой ваш план листинга, который вы хотите реализовывать через Amazon аккаунт продавца. Мы выбираем здесь более 500, то есть от 500 и выше продуктов. И следующий вариант. Можно ничего не заполнять и просто так и оставляем. Функционал, нажимаем Next. Впадаем в раздел, где нам необходимо выработать те или иные категории, которые мы будем реализовывать, стильные продукты. Здесь мы можем выбрать книжки. Можем выбрать из категории Home Garden Tools. Здесь два вот этих варианта. Home Garden и Home Improvement. Дальше по спорту тоже проходят. Игрушки. Тоже эти два варианта подходят для нас. Ну, а здесь, конечно, уже Электроник компьютер. Это уже некоторые категории необходимы подтверждения. Но тоже их можно выставить. И в любое время можно сюда вернуться, дополнить теми категориями или теми продуктами, которые в будущем хотим реализовывать. Будет необходимо дополнительно выставлять. Ну, Электроник компьютер я не выставлял. Тоже оставил пустым. И вот здесь предлагается тоже именно по вещам. Но по вещам требует отдельного разрешения. И это надо одобрение от Amazon. То есть красота, уход за собой, вещи, музыка, видео, видеоигры. То есть все это требует разрешения от компании Amazon. То есть это будет через одобрение. Ну и, конечно, вот эта часть связанная с автомобилями, индустрия автомобильная. То есть здесь, конечно, тоже необходимы проверки вас как либо производителя, либо поставщика этих продуктов, которые подаются через эту категорию. Выбрав по этим галочкам все эти пункты, мы попадаем на такую страничку, где можно настроить свой аккаунт. Здесь можно создать уже свой первый листинг. можем нажать на изменение как раз вот этих возможностей по шиппингу. И вот как раз здесь предлагается такой раздел использовать именно Amazon FBA. То есть вот этот раздел создания своего продукта через Amazon FBA. И, в принципе, вот повыше написано Аплинау, то есть регистрация бренда и создание своего собственного продукта, это практически вот эти две части, они взаимосвязаны. Здесь вот через данный раздел можно создавать продукты, которые будут поставлены именно на склад Amazon. Это можно делать сразу, можно делать позже, потому что вам сначала надо будет разобраться, какой у вас будет именно продукт, какой у вас будет бренд, как у вас магазин будет называться, и все это необходимо обдумать. И это в ближайшее время мы будем заниматься, потихоньку всю эту информацию изучать, для того, чтобы вы понимали, как все это в итоге работает. И я считаю, что, наверное, это будет одно из самых лучших направлений, самых простых направлений полной автоматизации продаж товаров именно через Amazon FBA. Мы тоже дождемся именно как раз запуска Infinii, то есть что нам предложит компания Infinii. о работе именно с площадкой Amazon, площадка Amazon на самом деле самая усовершенствованная и самая такая сильная площадка в мире, которая существует на сегодняшний день. Но, как мы понимаем, мы тоже работаем на рынке, где рынок очень огромен, и это имеет свое преимущество и свой потенциал. Конечно, на всем этом пути вы будете сами выбирать, где будем работать, Amazon или eBay, но мне кажется, что большинство будет работать именно на Amazon, потому что здесь более интересные возможности, и это все намного более шире, чем на ряду других площадках. Вот как раз по этим моментам создать бренд, изменить, настроить свой аккаунт, мы это сделаем детально уже в следующих встречах, и, в принципе, после завершения вы попадаете в HB-office. всем тем партнерам, которые уже зарегистрировались, пока не добавлять никаких продуктов, делать каких-либо шагов. Единственная необходимая вещь будет, то есть, учесть вот эти 30 дней, если вы на профессиональном, пока, если мы за это время не освоим ту или иную информацию, которую будет необходимо осваивать, и, конечно, в первую очередь, ожидание именно инструментов для того, чтобы начать торговать. Потому что у нас BackOffice довольно-таки очень интересно сделал. Здесь у нас показывает все ваши ордеры, этот квадратик, все будет связано со всеми вашими заказами. Именно данный раздел вас будет извещать о покупке, то есть пендинг, здесь будут появляться те товары, которые только что были осуществлены покупки, Unshippet, те, которые ожидают подтверждения отправки, и, соответственно, ретурн, то есть это те товары, которые, допустим, клиент по каким-то причинам товар не подошел им, или когда бывает по такой причине, что товар сломался в дороге, то здесь будет вот эта заявка на возврат. Ну, а здесь уже внизу будет чисто статистика, сколько вы продали за неделю, за день, за семь дней, и, в принципе, сколько было отправлено. И же вот будет как раз квадратик такой, именно перформанс, то есть это все связано с общением клиентов и со всеми запросами, теми, которые будут именно необходимо постоянно быть начеку, вовремя отвечать, потому что вот у нас здесь есть метрика, которая дополнительно требует от вас обязательного внимания, это когда вы будете уже работать, за какое время вы отвечаете тем или иным клиентам, месяц за 24 часа или больше переходящие 24 часа. Это, конечно, потом будет сказываться на метрике, но это мы все разберем подетально уже в будущем. И вот правая колонка полностью пойман суммария. Это вот как раз та самая приятная заветная графа, которая будет вам начислять средства на наш внутренний кошелек Амазон. Ну и, в принципе, здесь мы будем видеть все те средства, которые будут выводиться и будут показывать последний платеж, последний вывод, который был осуществлен Амазоном на ваш банковский счет. Вот как раз надо учитывать тот момент, если мы при уже осуществленном уже активном бэк-офисе есть возможность добавить банковский счет. Конечно, на странах Европы и Запада есть возможность добавить как банковский счет, также есть возможность добавить карту. Но я думаю, что для большинства для Запада будет, конечно, удобно на банковский счет, потому что это будет более интересным вариантом. А для стран СНГ, если вы указываете Россию, то вам будет нужно выбрать систему Пионер. Систему Пионер можно сгенерировать именно внутренний счет, который вам будет присвоен системой Пионера. Этот счет будет сгенерирован именно на территории Соединенных Штатов, на которые будут вам выданы реквизиты. Соответственно, эти реквизиты вы будете добавлять сюда при выборе вывода средств. Средства будут от Amazon перечисляться на этот счет в Соединенные Штаты, а это уже является системой Пионер. То есть система Пионера вам загружает средства на карту, вы уже средства можете обновить в любой точке мира. Это мы тоже отдельно пройдем, чтобы вас не загружать информацией, все постепенно разберем по полочкам для того, чтобы все понятно. Ну и здесь средний правый квадратик показывает, на какие рынки мы будем продавать. Конечно, основной рынок у нас будет Amazon и в принципе, если торговать собственными продуктами и брендом, он может также продаваться как на Канаду, также продаваться и на Мексику. То есть на эти три рынка, если это собственный продукт и собственный бренд. Если уже с дропшиппингом, здесь уже будет необходимо осмотреть дополнительные вещи именно по доставке и учитывать эти моменты. Это мы все тоже обсудим уже при следующих встречах. Ну а здесь ниже будет вам статистика показываться общей продажи за 30 дней, за 15 дней и за 7 дней. То есть каждый раз будет учитываться с вычитанием на один день. Если сегодня у нас 10-е, завтра переходим на 11-е, то отчисляется последний месяц на один день. То есть 10-го, допустим, декабря сегодня учитывается по 10-е января. Завтра переходим 11-е января и учитываем уже 11-е декабря. Статистика у вас тут постоянно будет меняться, будет учитываться все вот это по переходу на таком примеру. Вот и все по регистрации. И по вот этим тонкостям и вопросам на следующих встречах мы разберем более детальное как раз добавление банковских реквизитов и как все это делать правильно. Систему пионер разберем для того, чтобы понимать. А уже подетально будем проходить все это постепенно для того, чтобы вы осваивали эту информацию, получали по чуть-чуть, чтобы понимали, как это делается и если у кого-то будут возникать вопросы, чтобы данные вопросы, как говорится, снимались по мере поступления. То есть не сразу бежать впереди, наперед, а именно делать все по шагу для того, чтобы когда вы начали свой бизнес, чтобы у вас сам Amazon аккаунт был настроен полностью от А до Я. Также по доставке надо будет изменять данные, потому что там изначально настроен совсем по-другому. и смотреть, если это дропшиппинг, то на какие страны будем продавать и все это учитывать. И, конечно, уже работать по всем этим направлениям. Допустим, вы хотите в будущем с физического лица уже сделать как на юридическое, то есть необходимо все это зайти и изменить, добавить все данные. Допустим, если вы уже как юридическое лицо, то есть как компания, ставить налоговый номер, чтобы с вас не брали этот НДС, то есть двойной бухгалтерский вот этот отчет, чтобы не был, потому что если вы сразу не укажете, с вас будут списывать средства, средства за НДС будут отправляться в казну, а потом вам будет нам представлять всю отчетность о всех тех операциях, тех средств, которые Amazon перечислил в казну, чтобы вам этот НДС возвращался. То есть это не всегда такой легкий и простой путь, то поэтому надо будет о будущем подумать как о собственном тренде, так же о собственной компании и все это на шагах осуществить. Но я думаю, что на сегодня все, перейдем к вопросам и как раз все это озвучим. Я начну с самого верха, чтобы все это было видно. Так, все здороваются. Так, Татьяна, регистрируется на Amazon уже нужно или подождать до 15 января? В принципе, я думаю, для освоения всей этой информации можно покамись ждать, потому что информации будет очень много, что некоторые ребята будут вынуждены свой статус профессионального спустить на простой, для того, чтобы только освоить весь этот материал и постепенно в этом направлении двигаться. А уже, если, допустим, вы еще не зарегистрировали, то я советую вам подождать еще 5 дней. За 5 дней ничего сильно не изменится и лучше, конечно, вот это все постепенно, как говорится, поглощать и изучать все это детально. Запись будет, но она только в закрытом виде. Это Анна. Вопрос Геннадий. Мне непонятно, почему очень много людей зарегистрирулись, но почему-то не хотят оплачивать. Друзья, это непорядок. У вас есть какие-то сомнения? Наверное, у людей есть сомнения по поводу того, что как все это работает. В принципе, могу сразу вас заверить, это бизнес в eBay, Азоне, Google Shopping. Сама компания Infineye это как инструмент, который мы ожидаем его, чтобы получить, для того, чтобы управлять всем этим процессом. То есть мы должны научиться зарабатывать именно деньги на этих площадках, это на Амазоне, eBay, Фонансе ряд других площадок. это будем осваивать постепенно, нам торопиться некуда, потому что возможностей очень много. Конечно, лежать впереди паровоза, наломать дров, это можно в 5 минут, поэтому все надо будет делать поступательно, не спеша, осваивая все пошагово, ознакомиться с BackOffice, походить, покликать везде, посмотреть, что, как, где работать, для того, чтобы все это понять и, в принципе, дальше в процессе это все, как говорится, у вас будет уже активирован. Ну, а, конечно же, те партнеры, которые еще не имеют активный аккаунт в Infini, то, конечно, им будет сложно и понять, и все это освоить, потому что надо будет работать как с инструментом, так и, допустим, с площадкой Amazon для того, чтобы все это реализовать на будущее. Так. Геннадий, здесь вы оплачены. Практически, да, сегодня у нас навстречу только оплачены, потому что те, которые на бесплатно, они, в принципе, не могут даже понять, как работает BackOffice с Infini, а тем более уже залезать в Amazon или VB. Так, вопрос. Если, например, товар с Walmart будет добавлен на eBay через платформу Infini, разве сейчас инструмент в наличии товара изменит цен? Данный инструмент пока не отвечает за данную функцию, то есть он не отслеживает наличие товара и изменение цен. Данный инструмент на данном этапе функционирует только как автоматизация добавления листинга, то есть составление ваших продуктов по более упрощенному тому, что многие уже, наверное, также все это осуществляли именно через BackOffice Infini, и как вы видите, разницу между выставлением это вручной и выставлением это на автомате, облегчает этот процесс. Как раз мы ждем старта 15-го числа для того, чтобы все это дело именно пощупать, потрогать, попробовать, для того, чтобы убедиться, как все это будет функционировать, потому что основной как раз момент в этом проекте необходима именно этот инструмент, потому что без инструмента торговать на площадках это самоубийство. вы можете все свои аккаунты потерять, и больше никогда на ваше имя зарегистрировать аккаунт не получится, то есть будут отвечать банам сразу. Вот я поэтому сразу изначально вас предостерег у этих моментов лезть под дрова, спешить, все сделаем постепенно, все изучим по деталям, и непосредственно будем двигаться вперед, и выбирать те варианты, которые будут самые легкие, самые простые, для того, чтобы вы научились это делать. Ну а уже, как говорится, дальше потихоньку осваивая дополнительно еще площадки, если у вас хватит сил времени, для того, чтобы освоить, допустим, бананзу, шопифай, ряд других площадок. Так, дальше по записи уже сказал. Роман, а если я уже делал, но не доделал? Я так понимаю, это имеется ввиду, если выложил либо продукт, либо регистрирую в аккаунт. Если уже регистрировал аккаунт в Амазоне, я советую завершить регистрацию непосредственно, если уже срок идет, вот эти 30 дней, необходимо спустить его статус ниже, профессионально, потому что у вас, если даже карта не подтверждена, у вас срок идет, а средства уже там будут по истечении 30 дней, у вас начнется уже платный вариант, и это будет вам учитываться там минус, когда вы активируете с вашей кредитки просто снимут эти средства. Поэтому сделайте активацию до конца и спустите статус на бесплатный статус продавца Амазон. просто доделать нужно, и я думаю, что все будет нормально. Вот Дмитрий сказал, я тоже сделал, но не указал кредитную карту. То есть необходимо будет добавить кредитную карту и спустить потом статус, чтобы с вас не снимали. Если вы кредитную карту не добавите, все равно вас 30 дней пройдут, пойдут платные месяцы, которые фактически будут генерировать вам минус на Амазон аккаунте, а только как карта станет активной в момент активации, то с вас эти деньги спишут. Да, карта именно должна быть кредитная, не дебетовая, дебетовые не проходят. Вот ребята с России наверное точно могут подтвердить, не дадут работать. Татьяна написала федитка дебета не проходит. Ира с дебетовой карты естественно проходят, те которые именно с cvv кодом на обратной стороне. Я об этом не слышал, не знаю, если кто-то уже проходил, это может быть на самом деле. Как понизить статус? Вот у нас есть несколько партнеров, которые это сделали, и в принципе Татьяна Натали буквально на днях сделан, то есть можете добавить к ней, и соответственно она может вам подсказать, там несколько щелчков мыши был где именно понижен этот статус. То это не сложно, это через бэк-офис с Амазона. При регистрации срок годности кредитной карты имеет значение? До момента его срок годности он будет, данная карта будет годной, соответственно по истечению Амазона известит вас о необходимости замены карты и указать какие-то другие данные. Если кредитку еще не вбил, это не влияет на бесплатный метод и 90 дней. Это влияет сразу с первого дня регистрации и как зарегистрироваться 90 дней вам пошли уже именно читается каждый день и ваш срок 90 дней он приближается постепенно шаг за шагом, то есть день за днем и в принципе в момент, когда вы добавляете данную карту, здесь эта роль не играет. На сайте Амазона указано, что карта должна быть кредитной, 9 и предоплачена не принимается. Я это тоже знаю, вот поэтому и озвучил вот этот момент, может у кого-то прошло, я первый раз это слышу, потому что я сам на этом уже, как говорится, на самом начале этапа по Амазону я с этим столкнулся, потому что у меня у самого не было как раз гидной карты, пришлось делать для того, чтобы все это сделать. Вячеслав, надо провести сообщение на главной странице по поводу обновлений лицензий. Да, страница как раз по Infinii на главной странице, она меня сейчас выбит, по первой странице у нас получено в Байковсе извещение, здесь данное извещение говорит о том, что те люди, которые зарегистрировались с 4 по 18 декабря, будет продлено без дополнительных каких-то взиманий комиссии. Нам в январе месяце платить за данный статус не будет необходимо. А вот те, которые зарегистрировались 19 декабря и по сегодняшний день, их цикл именно проплаты будет идти как нормальный. То есть, если человек зарегистрировался 19, то следующая оплата будет 19 числа, вот это извещение как раз вот все любые кости, то есть, те, которые с 4 по 18 зарегистрировались, у тех всех партнера будет продлено, у тех, кто после 19 цикл нормальный, потому что многие ребята регистрировались с 6, 7, 8, 9, 10, вообще не работали, а те, которые хотя бы с 19, то там некоторые зарезервировали товары, некоторые активировались, участвовали в построении команды, то в принципе этот момент как так и есть. Так, Ростанбек, я с Казахстана, Рега в России, а можно карту получить в Казахстан в банке России? Я думаю, что да, потому что если это Банк России, можно сделать без проблем. Татьяна, можно регистрировать кредитку другого человека, выводить на свой банковский счет? Ну, здесь такая двоякая возможность, потому что если в случае надо будет это учитывать, при работе на Амазон аккаунте необходимо, допустим, скажем так, муж работает на дропшиппинге, то есть будет его аккаунт, а допустим, супруга работает на аккаунте как раз именно по ФБА, то есть собственный продукт, собственный бренд, и в принципе, чтобы вот это не пересекалось по IP-адресам, потому что в общем, столкнетесь с работой по дропшиппингу, и мы эти варианты все рассмотрим, для того, чтобы понять, как все это происходит, весь процесс, и чтобы вы поняли, как все в итоге работает на примере тех или иных вариантах, и вот здесь, конечно, лучше, чтобы не пересекались эти аккаунты по IP-адресу и вход с одного компьютера, потому что получается в итоге, дай бог, конечно, на дропшиппинге случатся какие-то негативные последствия вашего аккаунта, которые могут просто из-за тех или иных проблем, допустим, с клиентом, вам закрыть аккаунт, то это фактически сразу может последовать также затягиванием и вашего брендового продукта, то есть второго аккаунта, допустим, там супруги, вот тогда у вас могут быть двойные проблемы, то есть это надо будет учитывать, и здесь надо рассчитывать из того, либо сами будете работать, и это будет один аккаунт, а тогда кредитную карту можно использовать там супруга или супруги, а если вы рассчитываете в будущем работать, допустим, на двух аккаунтах, то, конечно, должен быть интернет, IP-адрес другой, и, конечно, счета раздельные для того, чтобы не возникали эти проблемы. То есть это надо учитывать с самого начала, потому что чтобы не было будущих проблем. По поводу спустить аккаунт я подсказал, как раз Татьяна Наталья у нас существует в Скайпе, данный партнер это осуществил, то можно у него узнать, как это делается. Какие ограничения имеет бесплатный сад продавца на Амазон сравнение с платным. Там есть лимит количества товаров, которые вы можете добавить 10 единиц, и, соответственно, это статус бесплатный. То есть у вас товарооборот тоже там ограничен на это количество. это будет необходимо всего лишь для того, чтобы именно как раз вы освоились по материалу, а на тот момент, когда вы уже готовы будете, то в принципе будет необходимо перейти на профессиональный. На простом аккаунте, если вы осуществляете какую-то продажу, за каждую продажу еще Амазон берет 99 центов. То есть на статусе бесплатном, маленьком статусе, при осуществлении одной продажи он берет 99 центов. Ну и там у нас ограниченное количество выставлений товара. Это специально делается для того, чтобы все-таки люди постепенно переходили на профессиональный. Вот это тоже надо будет учитывать. Но нам нужен именно простой статус для того, чтобы освоить материал, научиться со всем этим работать и, конечно, дальше двигать. Управление. Так. Так. Дебетную карту PayPal однако можно закреплять. Я вот это не могу сказать, потому что с этим пока не сталкивался. Я думаю, что эти вопросы надо уточнять. И если кто-то зарегистрировал уже Amazon аккаунт, то может, как говорится, узнать в саппорте, может ли он добавить такую дебетную карту PayPal. Я вот этим еще не сталкивался. Следующий вопрос. Название магазина должно быть уникальным или может быть совпадает с названием другим магазинов? Ну, я лучше вам советую, чтобы было уникальным, то есть ваше собственное, потому что мы не можем себя назвать там, допустим, Apple или там, допустим, Sony, там, Samsung и так далее. То есть эти все имена можете сразу отбросить и поработать именно на поиском именно тех или иных продуктов, которые вы будете останавливаться. То есть он должен быть все-таки уникальный и вы должны подумать, в каком направлении, то есть что для вас больше ближе по душе именно в будущем реализации тех или иных товаров, когда это будете делать как бренд. Это будет связано либо с кухней, либо со спортом, все связано с удовольствием и так далее. Здесь будет необходимо поработать над универсальным брендом для того, чтобы все это в дальнейшем вы смогли осуществить. То есть уже сейчас можете задумываться и, как говорится, смотреть на все возможные варианты названия вашего казина. Так. Ничего не делали, не продавали и за что платить в Винфине уже снова в Кембаре. Все строили команды, еще месяц прошел впустую. Ну, это на предстарте всегда такое бывает и, в принципе, я понимаю, что все на ажиотаже все сейчас летят и здесь вот этот момент надо учитывать, потому что все это надо отладить, запустить для того, чтобы все это работает. то здесь, как говорится, необходимо терпение и понимание в этом плане и потому что дальше будет все намного проще и в активном таком варианте, то есть реально зарабатывать средства. А зачем регресса уже говорили? Старт 15. Уже. Так. Иван, позже можно? Я вам позвони и покажу Амазон. Арман, можно. Так. Вы что считаете, что нужно сидеть и ждать 15 января? Это я не считаю, это каждый рассчитывает свои возможности, что он здесь хочет в итоге, как он хочет двигаться, как он хочет развиваться, осваивать этот материал. Я думаю, что всем это все понятно. Иван, если в будущем захочешь с дропшиппинг перейти на ФБА, то регистрирует нужным на другого человека, правильно? Я думаю, что все-таки ФБА надо разделять отдельно и дропшиппинг отдельно, то есть чтобы не было каких-то ошибок, потому что на этом пути многие еще даже не представляют, как все это работает и насколько это ответственно. в принципе наверное на будущее надо будет сразу отделить, если вы хотите, чтобы это был ваш бренд, ваше имя, то есть ваш аккаунт должен быть ФБА. Если вы хотите делать дропшиппинг, то тогда необходимо зарегистрировать на ваших кого-то родственных, которые вам предоставят данную возможность, кредитную карту и в принципе также будет необходимо именно банковские реквизиты. Это больше, конечно, пионер-систем для того, чтобы верифицировать там себя как личность и выводить средства на карту пионер. То есть это не проблема. То я думаю, что эти два варианта надо разделять тем причинам, что вы в будущем все это когда разберете, поймете, что я имею в виду. Сейчас вам сложно объяснить вкратце, что это и как. Каким ссылкам проводите регистрацию будущих партнеров? Ссылки у нас пока нет. У нас регистрация происходит через бинар, потому что на переходе на новый сайт там уже будет именно с ссылкой. В принципе, это в ближайшее время мы увидим. и вам судить нужна мне структура или нет. Однозначно, здесь все пришли именно для того, чтобы научиться как это правильно делать, как торговать и как развивать этот бизнес. А уже дальше все зависит именно от каждого лично, как он будет дальше продвигаться. Ну что, я думаю, что на сегодня все, я смотрю, вопросов больше нет. Надеюсь, что вам данная информация была полезна. Если будут вопросы, готовьтесь к следующей встрече, продвигаясь дальше, будем изучать. Ну, конечно, ждем старта для того, чтобы разобрать все те инструменты, которые предложат компания финья. Я думаю, что в ближайшее время будет у нас много новостей и узнаем более детально как, что, какие возможности у нас будут, какие варианты будут для того, чтобы продвигаться дальше и тогда уже изучать, будет детально все это излагать для того, чтобы вам было понятно. Всем пока и удачи. С вами был Иван. Продолжение следует...